Друзья, всем привет! Праздники еще не закончились. Всех вас с наступающим Старым Новым Годом! Ну а к Старому Новому Году нужен на стол все-таки какой-то деликатес. И сегодня что я буду делать? А буду и делать сегодня свиной бекон. Я уже все подготовил, замариновал, перевязал все это шпагатом и сейчас я буду коптить, но через некоторое время. Вот такая колбаска стала, она потемнела, значит было 7 палочек, уже у нас здесь 6 палочек. Одну палочку мы уже съели, необычайно вкусная колбаса получилась. И вот сейчас хочу показать на разрезе, нет она не бледная, вот специально разрезал, она не бледная. Вот такая колбаска, очень даже вкусная получилась. И сейчас я просто буду запаковывать в вакуумную упаковку. Есть у меня вот такой вакууматор, стоит он там в пределах 6 тысяч, значит это уже второй вакууматор. Я не знаю почему долго они не работают. Первый вакууматор, значит, проработал у нас один год, была гарантия на него два года, мы его сдали и еще один, короче заказали, еще один придет. Короче, я вам так скажу, что это очень вещь нужная, особенно в хозяйстве, кто занимается различными там заготовками, мясными деликатесами, очень нужная вещь. Что она себе представляет? Вот вакуумный, просто упаковочек, он так и называется. Вот специально для него есть вот такая вакуумная упаковка и сейчас я буду просто-напросто все это запаковывать. Это все для чего? Это для того, чтобы просто-напросто ваши продукты дольше хранились. В вакуумной упаковке, как вы знаете, они дольше намного хранятся. Здесь есть старт, отмена естественно, продукт какой-то, насос, здесь турбо есть и запечатать здесь можно. Сейчас я все это вам покажу. И вот сегодня будет как раз у нас и подготовка, значит, к копчению мясного бекона, свиного в данном случае. И запакую я вот такую вот колбасу домашнего приготовления, которую я делал, коптил имею ввиду 6 января, как раз под Рождество. А этот бекон как раз будет к старому Новому году. Сегодня я пораньше начал, сейчас у нас время 12 часов 39 минут, чтобы все это вам показать уже к вечеру. Ну некоторое время займет, конечно, мне запаковать колбасу. Сейчас я запакую, потому что мы ее уже как бы наелись и просто я положу в холодильник, она будет храниться очень-очень даже долгое время. Ну и вообще, как я делал, значит, наверное, в первую очередь, надо сказать, этот бекон. Это пашина, обыкновенная пашина. Взяли ее здесь у нас на рынке Тухачевского, или как он городской рынок называется, который я недавно вам показывал. Для этого что надо? Пленку пищевую, специи, это на ваше усмотрение все. Все это пересыпается обязательно нитритной солью, там сахар добавляется, соль добавляется, упаковывается все это в пищевую пленку и кладется это все в холодильник, как минимум дня на четыре. Потом достаете это все с вакуумной, разворачиваете не вакуумной, разворачиваете пищевую пленку и вот подготавливаете вот такой бекон, который вы можете по-разному перевязать, но я вот так вот перевязал и которые сейчас просто-напросто буду коптить. Для начала покажу все-таки как я запаковываю колбасу. Бекон я пока в сторону положил, значит включил вакуумный упаковщик, колбаску положил в вакуумную упаковку и сейчас буду ее просто-напросто вакуумировать. Здесь получилось две колбаски, здесь три, там две, но она разрезанная, скорее всего я запаковывать все-таки не буду, просто оставлю ее к завтраку. Включил я вакуумный упаковщик, вот эти вот пакеты например вакуумные, их надо еще запечатать, здесь же уже они идут готовые, вот здесь пакеты были двух видов, вот эти вот довольно-таки такие большие, они уже идут запечатаны, в общем различные бывают, если будете заказывать, там по Валдере или просто где-то покупать, можете даже брать не запечатанные, во-первых они будут дешевле и вы сами можете запечатать. И начинаем вакуумировать. Лишнее обрезал, вот так просто кладем сюда, защелкиваем с двух сторон. Продукт, ну продукт, так мы оставляем его, а здесь насос я все-таки и всегда включаю турбок. И теперь что, включаю старт, и вот там баска начинает запаковываться. Все готово. Смотрите, вот в вакуумной упаковке у нас колбаска, теперь она будет храниться долго, и потом вот вторая есть. Вот такая, ну видите, здесь она чуть большая, я думаю ничего страшного нет, переделать уже не буду. Так же кладем, защелкивается все, и включаем старт. Ну и здесь чуть дольше будет, упаковка большая. Сейчас уже печатается, и отключится. Все готово. Видите, можно было еще сюда одну колбаску, но там получается, там просто они по размеру почти одинаковые. К размеру вот эта не подошла, и получается, что здесь получилось. Будет храниться очень долго, это не важно, можно вот так задержать. Наверное, в такой упаковке вы, друзья, многие из вас, во всяком случае, покупают это все в магазинах. В общем, вещь удобная, очень вещь удобная. Включаем старт. И подключаем старт. Если по размеру обрезать, или по размеру просто упаковку найти, то это все намного будет красивее. Ну, хотя и так, я думаю, что все очень даже хорошо получилось. Все запечаталось, открываем, вот так вот завернут. И можно хранить ее очень-очень даже долго. Ну, теперь вакуумный упаковщик мы выбираем, выключаем. В общем, еще здесь какие рекомендации есть, что его все-таки вот в нерабочем положении хранить надо так, чтобы просто-напросто крышка просто была прикрыта, ее не надо защелкивать. И сейчас будем мы, значит, с вами делать подготовку к копчению бекона. Это все сейчас я уберу. Подготовка к копчению завершена. Эти, значит, мне чаши не нужны. Я вообще ее редко очень пользуюсь. Ой, забыл колбасу убрать. Ну, сейчас уберу. И обверну чашу, значит, где у нас щипа заранее замоченная. Где-то замочил я ее минут 15, ну, можно и полчаса. И все это обверну вот фольгой. Какая фольга, я говорил, любая фольга. Но лучше, чтобы она все-таки была подлиннее. Просто, чтобы полностью чашу эту обвернуть. Ее не жалейте, может даже в два раза обвернуть, ничего страшного от этого не будет. Просто вам потом будет легче их мыть. Вот, в прошлый раз, когда я колбасу делал, они у меня практически вообще чистые были. Ну, вообще, чем я их мою? Так, секрет расскажу. А зелитом я их мою. Побрызгаю. И потом уже он хорошо все очищает. Если же нет, берете простую автомобильную наждачку. Вот у меня какая наждачка была здесь дома? 240-я. Чуть проходите, и все вот это гарь убирается. Так же и саму коптильню я мою. И тогда она у вас будет чистая и просто приятно на нее будет посмотреть. Ну, а это все просто такие советы небольшие. В общем, подготовка завершена. Сейчас это все я ставлю в коптиблю Добрыня. Опять же, включая огонь. Где-то газ будет среднее такое пламя. И буду коптить я ее где-то так же. Час сорок, час пятьдесят. Догоняю температуру до шестидесяти градусов. Это где-то за час она наберет температуру. Сильно газ нельзя добавлять. Потому что просто она у вас подкоптится так, что вы ее есть и не захотите потом. И потом я просто буду поддерживать температуру в пределах там 62-65 градусов. Ну, все в принципе так же, как я и делал. Вот такую вот домашнюю колбаску. И я думаю так, что все у меня должно получиться. И на новогодний стол будет готов вот такой вот свиной бекон. Ну и, соответственно, копченая колбаса. Подсоединил шланг, вывел его в окошко. В общем, если будете делать, я же много раз экспериментировал. Говорят, что вытяжку если выводишь, запаха нет. Запах в квартире будет. Так что, если у вас все-таки есть возможность, то выводите этот шланг в окошко и запаха в квартире не будет. Значит, щепа яблоневая. Ее намного хватает. Я не знаю уже, наверное. Года два назад мы ее покупали. Но это ножницы фольгу обрезал. Я вам уже говорил, фольгу не жалейте. На копейки стоит. Просто вам потом будет легче отмыть эти чаши. И купили, значит, термометр такой. Что-то старый начал все-таки понемногу глючить. Несколько раз надо нажать на кнопку. Здесь две кнопочки есть. Сейчас я включу его. Вот сейчас температура здесь на кухне у меня 25,5 градусов Цельсия. Значит, по Фаренгейту показывает и по Цельсию. Даже сейчас, наверное, от моих рук поднимается температура. И по Фаренгейту там 84. Фаренгейт нам не нужен. Сейчас я его поставлю. И где-то часа, наверное, через три я вам покажу только результат. В общем, коптить буду 1 час 40 минут. И потом я просто-напросто газ выключаю. Все остынет. И, соответственно, потом я все это достаю и показываю вам, что получилось. Значит, водный затвор. Вот сюда заливается водичка. Сергей спрашивал. И здесь у нас получается водный затвор. Так что начинаем коптить свиной бекон. Время 5 часов вечера. Вот что у нас получилось. Буквально где-то минуты четыре назад я вытащил бекон из коптильни. И вот такой бекон получился. Но это еще он цвет поменяет. Если завтра бы я вам показал все это, то намного это было бы красивее. Вот такой бекончик получился. И, кстати, совсем по деньгам они дорого вышли. Так что всех вас, друзья, с наступающим старым Новым Годом. Тем более он хорошо выпал в этом году. На пятницу. Завтра суббота. Там воскресенье. Ну а на что в Ставрополь? У нас потепление пошло. Я не удержался, я все-таки попробовал. Вот такой на срезе он получился. Сейчас он здесь обветривается, просушится. И вот я уже третий кусочек пробую. Вообще... Исключительно, исключительно. Забыл я шпагат здесь снять. Сейчас шпагат уберу. Вообще исключительно. Во рту-то это супер. Всем рекомендую делать. Я сейчас вам мечтаю. Подписывайтесь на Ellisabeth. Обратение blueprint, Оставьте. Продолжение следует...